Баня, водка, гармонь и плюшевый медведь. Это декорации, а в главных ролях ведущие сотрудники Оренбургского министерства лесного хозяйства, включая самого министра Виктора Танких. Вы на охоту-то пойдете, а то я уже все яйца отморозил. Сереж, что ходишь? Пошли поиграем, банки есть, позволяет бюджет. В карты играют на деньги, причем достают из мешка с надписью «Бюджет» тысячные купюры. Сразу становится понятно, один из министерских картежников и выпивох Артем Никулин, которого за вымогательство взяток в конце ноября 2017-го посадили на 4,5 года. Появляется он в фильме и в конце. В одной из главных ролей фильма и сам министр Виктор Танких, который в своих шутках упоминает и губернатора. Указ губернатора, причем с пометкой «срочно», в связи с участившимися случаями нападения косматных животных на людей на территории лесного фонда, Танких обеспечит их отлог и очеловечивание. Далее артисты-чиновники из мужиков переодеваются в женщин из Европы, с ними самурай. Тут начинается полная вакханалия с солеными огурцами, морем спиртного и даже оружием. Милые дамы, вам какие виды оружия? У нас свои. Кстати, еще один герой-чиновник в министерстве уже тоже не работает. Бывший замминистра лесного хозяйства Александр Сотников официально ушел в отставку по возрасту. По нашим данным, был пойман на пристрастии к алкоголю. Он же фигурирует и в конце фильма, когда его коллега начинает танцевать стриптиз на пилоне. Сюжет короткого фильма местами едва прослеживается, но в общем можно уловить следующее. В один нелегкий понедельник в министерстве кипит работа. Коррупционеры обмывают очередную темную сделку. Внезапно от губернатора приходит указание. Ни черта вы ничего не знаете, ребят. Я вот только что получил указа губернатора о том, что в нашем лесу появились какие-то, как смотри, чудовища. Животные похожие на людей. Творят чудеса, нападают на людей. Вы хоть слышали об этом? Встретить иностранных гостей и проводить на охоту. Дальше все как заведено в российском кино. Охота совсем не охота. Все кричат, пьют водку, не в попад танцуют и изображают эротику. Ролик был размещен в социальных сетях. При этом кто-то заботливо снабдил его титрами и комментариями. Вот, дескать, в этом эпизоде служебную машину использовали. А тут вообще снялся чиновник, которого потом посадили за взятку. Иными словами, публикация больше похожа на донос. Но факт остается фактом. В съемках участвовали госслужащие, а с них спрос совсем не такой, как с ульяновских курсантов, которые в своем ролике танцевали полуголыми. Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего. Оно нарушает все моральные нормы. В исходном виде ролик в сети нет. Или пока нет. То есть истинный масштаб этого локального Голливуда неизвестен. Актеры-чиновники на редкость неразговорчивы. Да какие тут пояснения, когда сюжет так здорово перекликается с реальными событиями. Одного из героев этого ролика, заместителя начальника управления, еще минувшей осенью посадили за взятку. А вот эта сцена, снятая в аэропорту с костюмами и настоящим самолетом, вызывает вопросы. Кто ее оплатил? Сами актеры из своей зарплаты. Бывший министр Виктор Танких мог бы приоткрыть тайну, но он навсегда покинул рабочий кабинет в тот самый момент, когда журналисты звонили в приемную. А Виктор Петрович не освободился еще? Его еще нет, он не приехал. А кто-то вместо него может прокомментировать? Наверное, только он. Не исключено, что уже очень скоро чиновниками-кинематографистами заинтересуются исследователи. Ведь факт участия служебной техники в съемках придется как-то объяснять. Он почему-то воспринимается как продолжение satisfaction, хотя, если так задуматься, ничем на самом деле особо не связано, не перекликается. Но только что тем, что это тоже вирус потенциальный явно будет. И то, что называется хайп. Делали они или пытались сделать такой какой-то фильм или клип, и где-то у них эти материалы лежали. И вот мне кажется, просто эти материалы утекли, и кто-то ими распорядился. То ли тот, кто делал, ему не заплатили, то ли какая-то еще другая была ситуация. Но очевидно, что монтаж не тот, который хотели. Какой-то бессмысленный, как будто без сюжета собранный такой ролик. Как будто намеренно трэш пытались какой-то изобразить. После такого видео становится все на свои места, и все должны прекрасно понять, чем на самом деле занимаются чиновники Министерства лесного и охотничьего хозяйства. Ну, если серьезно, конечно, подойти к этому вопросу, то, ну, такое вот самое ироничное видео на грани фола, которое граничит, наверное, с маразмом. Потому что, ну, такие вещи, когда чиновники ранга министра или заместители министра, понятно, что это какой-то капустник, и я не знаю, там, для какого-то внутреннего пользования снималось это видео, но должны быть определенные рамки, и такое ощущение, как будто эти люди вот решили, что называется, таким модным словом хайпануть, и, ну, показать все, что у них есть там внутри, в самых таких скрытых уголочках потаенных, и вот, к сожалению, мы все стали свидетелем этого видео. Я думаю, что в итоге смешно всем, кроме тех людей, которые принимали в этом видео непосредственно участие.